Музеи для того и существуют, чтобы сохранить дыхание прошлого. Музей политических репрессий Перм-36 не исключение. Единственный в России музей политических репрессий, созданный на территории бывшей колонии ВС-389-36. Бараки, нары, вышки, штрафной изолятор, цепи, решетки, колючая проволока и двери. Железные двери. Недавно из Соликамска сюда привезли еще одну дверь. Дверь Шаламова. Опытным было ясно. Мы едем в четвертое отделение у Слона на Вишево. Конец железнодорожного пути в Соликамск. Был март. Уральский март. В 1929 году в Советском Союзе был только один лагерь. Слов. Соловецкие лагеря особого назначения. Четвертое отделение Слона на Вишеру нас и везли. Соседи мои хвалили вагонных конвоиров. Это хороший конвой, московский. Вот примет лагерь, тот будет похуже. Соликамске сгрузились. Арестантских вагонов оказалось несколько. Тут было много людей с юга. С Кубани, с Тона, из Грузии. Мы познакомились. Троцкистов не было ни одного. В 1929 году именно сюда привозят этап, который находится в Арлам-Шаламу. Отсюда, с Соликамского монастыря, начинается путь в Вишерлак. Это четвертое отделение Соловецкого лагеря особого назначения. И так вот именно с этой камеры начинается лагерная жизнь Арлама-Шаламова. Эта лагерная жизнь начинается с того, что его помещают в эту камеру, выводят затем уже комбоем через эту самую дверь. Дверь Арлам-Шаламов даже опишет в своем произведении. Он напишет, что было настолько душно в камере, что в вентиляции было только дверь с волчком. К волчку подползали один за другим, теряли сознание от жары. В ледяном подвале уже все давно разделись до белья и дышали, дышали. Время от времени конвоир с той стороны двери тыкал волчок штыком и кричал что-то, но нам не было слышно. И приобретение для музея вот этой вот шаламовской двери это не просто приобретение, которое мы в музее считаем важным. Это приобретение и взгляд через эту дверь не только на судьбу Барлама Шаламова, но и на судьбу тысяч и тысяч заключенных, которые прошли вот через эту тюремную дверь к лагерю, которые, возможно, проходили через эту тюремную дверь и уже больше никогда не возвращались на свободу. Многие из них так и остались лежать в тех сталинских лагерях. Воскресенье было днем отдыха. Почему-то весь лагерь сбежался к проволоке. Дорога от вахты уходила на север и сейчас на этой дороге что-то двигалось. Двигалась только туча пыли, медленно поднимаясь откуда-то издалека вверх. В десяти шагах от лагеря туча остановилась. Это был этап с севера. Серые брюки, серые ботинки, серые шапки, серые бушлаты – все в пыли. Сверкающие глаза и зубы незнакомых и страшных чем-то людей. Там все было бы очень просто. Он же был студент МГУ. Шла тогда острая, очень, скажем, политическая борьба. После смерти Ленина, мы знаем, Ленин умер и, так сказать, он оставил завещание, мы знаем, да? Ну, вот они это завещание распространяли и даже вот, ну, печатали его, в подпольных типографиях были. А ОГПУ, оно, конечно, за этим уже в то время следило. И вот Шаламов был арестован как раз вот в январе 29-го года вот в засаде, которая строила ОГПУ, в подпольной такой типографии. То есть его как бы по личным взяли и, ну, как бы, и там потом уже говорили, за распространение фальшивки, называемой завещанием Ленина. Что там за люди были на Вишере летом 29-го года до Перековки? Было большое количество блатарей, которые работали тогда и нарядчиками. Был Карлов, 50-летний карманник, грузный, опухший человек с огромным животом и пухлыми короткими пальцами. Он был искуснейшим карманником, признанным мастером этого дела. Много позднее, в 30-х, довелось мне читать правде об его аресте. Оказывается, он долгое время орудовал в Москве в вокзальной уборной, одеваясь, раздеваясь и не упуская из виду чужие бумажники. В конце 20-х он был признанным авторитетом воровского мира, мира у рукачей. Ни одна правилка суд блатарской чести не обходилась без его участия. Семья Шаламов принадлежала к потомственному священническому роду. А отец непосредственно Варлам Тихоновича, он, так сказать, родился вот в этой вот, в коме. Научился он в Вологодской духовной семинарии, закончил ее хорошо, вообще подавал большие надежды. И вот, с учетом всех его качеств, он был направлен писсионером на остров Кадьяк, на Алиутские острова. Там была русская православная миссия, то есть после продажи Аляски Америки, там остались земли, принадлежавшие православной церкви, там оставались прихожане. И, так сказать, надо было еще обращать вот этих Алиутов, туземцев, так сказать, в православную веру. Вот для этого и послали туда, так сказать, отца Шаламова. Это очень, так сказать, интересный период. Вообще, 12 лет почти он там проработал, и осталось, ну, достаточно много все-таки документов о его пребывании. Вот эта фотография, вот этот отец Тихон, вот он в очках, да, он, видите, какой он, ну, тощий, можно сказать, исхудалый. Это вот он так героически отдавал себя делу миссионерскому. А в центре вот этот, как бы, архиепископ вот этот Аляскинский, это Тихон Белавин, будущий патриарх Руси. То есть, был избран вот в 17-м году на Поместном соборе. вот известные Тихоновцы. Но он в то время был вот, как бы, ну, грубо говоря, начальником отца Тихона Шаламова. вот такие пересечения. И все-таки я не один был в уголовном вагоне с 58-й статьей. Со второй полки глядели на меня добрые серые глаза, крестьянские глаза молодого парня. Терешкин была его фамилия. Это был красноармеец, отказавшийся от службы по религиозным соображениям. Вагон на что цепляли, то прицепляли к поездам, идущим то на север, то на северо-восток. Стояли в Вологде. Там в 20 минутах ходьбы жили мой отец, моя мама. Я не решился бросить записку. Поезд снова пошел к югу, затем в Котлас на Пель. Долго мы не могли репетировать, у нас просто не позволяет временной процесс. Мы это так специально не готовили долго, как спектакль. Но мы, чтобы они поняли про это, о том, о чем они говорят, о каких людях они говорят, о каком времени, мы очень долго разговаривали с ними. И, собственно, я им рассказывала о том, почему я сюда привожу студентов. Вот опять же, вот эта самая история. Потому что меня этот вопрос колоссально мучил. Я хотела себе ответить на этот вопрос. В конце концов, ну, это же, так сказать, не курорт, куда тебе приятно привезти, так сказать, как бы студентов и заодно, так сказать, самой что-то вдохнуть, так сказать, приятное. Вот. И я им стала рассказывать эту историю про то, как вот я прошла все, так сказать, стадии воспитания советского, так сказать, партийными организациями от Октябренка, комсомолки. И вот только момент, когда вдруг открылись, открылись некие шкафчики, как говорится, книжные, в библиотеках кое-что появилось, кое-что появилось на книжных полках, и ты вдруг понимаешь, что такие дыры в истории твоего государства, в котором ты живешь, которые были не просто, не потому что я их не прочла где-то в книжках, а потому что кто-то сказал, что это нельзя читать, что тебе не надо, что, а почему не надо-то? Ты что, недостойна? Ты что, какая-то убогая? Мы же все равны, я в это верила, свято, мы все равны, если ты, так сказать, как бы любишь свое государство, и ты там свой комсомол, партию, то ты, в общем, наверное, достоин искренности и откровенности. новая жизнь входила в лагерные двери. 30 заключенных по выбору начальства были вызваны в кабинет нового начальника. Совещание это, самое первое, было проведено в разгар рабочего дня, и все 30 заключенных пришли в кабинет начальника прямо с работы. В кабинете стояли скамейки, табуретки, мы расселись по стенам, и начальник начал свою удивительную речь. А начальник был вовсе не Берзин, Олимберг. Правительство перестраивает работу лагерей. Отныне каждый заключенный может своим трудом доказать права на свободу. И всех вас администрация лагеря приглашает принять участие в этой почетной работе именно в качестве администратора. Через неделю я выехал в Соликамск для организации строительства. Мы находимся в алтарной части Свято-Троицкого собора Соликамского мужского монастыря. Когда-то вот здесь находился престол, а вот это царские ворота. Но в конце двадцатых годов сюда приходят незваные гости, которые тут же объявляют себя хозяевом монастыря. Они здесь все перестроили. Перестроили при этом с, я бы сказал, какой-то безумной жестокостью, вангализмом и даже сумасшествием определенным. Например, именно над престолом им захотелось почему-то сделать отхожее место. И сюда вот в апреле двадцать девятого пребывает этап, в котором движется из Москвы Варлам Шаламов. Для Варламы Шаламова путь в Соликамск, а затем на Вишеру начинается на Ярославском вокзале. Вначале, конечно же, бутырская тюрьма, обвинение в антисоветской пропаганде и агитации, а затем уже вот этот эшелон, который везет его через Котлас сюда в Соликамск. Его помещают в Столыпинский вагон и вот в этом самом Столыпинском вагоне он через родную Вологду, через город, где в этот момент находится его мама и его отец. И мы знаем по произведению даже, мы знаем по его вспоминаниям, что там эшелон стоял трое суток. Вот через родной город его в апреле 29-го года привозят сюда в Соликамск. Поскольку Варлам Тихонович родился в 907-м году, он застал еще гимназию. Он, собственно, говоря, и начинал в ней учиться. В 15-м году он поступил в подготовительный класс. Ну, и он много там вспоминал из первоначальных вот этих эпизодов, в частности, связанных с уроком пения. Очень забавно. Значит, у них был учитель пения, он же городской капельмейстер фамилии Александров, а по кличке Козел его гимназисты называли. И, ну, стали у Варлама, у юного проверять слух. «Тяни», сказал Александров. «Я тянул», пишет Шаламов. И это Александров говорит, «Слух у тебя, Шаламов, как бревно». Шаламов пишет, «Я заревел». А ко мне подбежали пацаны, сверстники, и говорят, «Что ты ревешь, дубина, тебе же на спевки ходить не надо». Понимаешь, вот такая сцена. Здесь помещают тех, кто двигался этапом в Соликамск в одну из подобных камер. Камеры, конечно же, специально сделаны под пересыльную тюрьму, и вот даже по этим железным листам мы видим, как это все перестраивалось, как это все переделывалось под тюрьму. и по воспоминаниям Алама Шаламова мы знаем, что в такую подобную камеру забилось, забили, скорее, такое количество заключенных, что стало невозможно дышать. То есть, они стояли настолько плотно, что не хватало кислорода. И люди вынуждены были получать, продвигаться к тюремной двери, через дверь, через эту окошечку, где обычно подается пища для заключенных, можно было получить хотя бы один глоток кислорода. На каждой станции я просовывал в щель записки «Перешлите в Москву, в университет, меня везут в лагерь, везут вместе с уголовниками, протестуйте, добейтесь моего освобождения». Перевода к своим. Голодовку было поздно объявлять, меня взяли прямо из 67-й камеры бутырской тюрьмы после полуторамесячной одиночки номер 95 МОКО мужского одиночного корпуса. В этой одиночке я сидел вместе с папермейстером, но ушел раньше, чем он. Приговор три года концлагеря был по тем временам жестким. Давали ссылку политизолятор, но со мной было решено рассчитаться покрепче, показать, где мое место. Со мной не было никаких вещей, никаких денег, пайка и дорожная селедка уравнивали меня в социальном отношении с обитателями вагона. Татуированные тела, технические фуражки, половина блатных маскировалась тогда инженерскими фуражками, золотые зубы, матерщина густая, как махорочный дым, подлое мщение, удар в спину особого совещания, великого мастера пресловутых амальгам. Но я тогда еще мало знал об амальгамах. Через четверть века, через 25 лет, в 1954 году, в кабинете районного уполномоченного МВД, когда я устраивался на работу агентом снабжения решетниковского торфопредприятия, начальник посмотрел мои документы социально опасный. Вор? Да вы с ума сошли, тогда так давали. Ну, не знаю, не знаю, и я едва не был выброшен за порог. Много раз в жизни я мог оценить пресловутую амальгаму. В 1937 году в Москве во время второго ареста и следствия на первом же допросе следователя стажера Романова смутила моя анкета. Пришлось вызвать какого-то полковника, который разъяснил молодому следователю, что тогда в 20-е годы давали так, не смущайтесь. И, обращаясь ко мне, вы за что именно арестованы? За печатание завещания Ленина. Вот-вот так и запишите. Печатал и распространял фальшивку, известную под названием завещание Ленина. И полковник, любезно улыбнувшись, удалился. Шалам вписал, когда вот он уже, так сказать, ну, освободился о своих выводах, что мне дала Вишера. Это три года разочарований в друзьях несбывшихся детских надежд. Он действительно в друзьях разочаровался, поскольку они все отвернулись от него, понимаете, те бывшие оппозиционеры, они от него отвернулись, вот, и никак с ним, так сказать, не общались, не сообщались, и он понял, что, так сказать, с ними дружить он больше не будет, вот, и политикой заниматься больше не будет, то есть, он разочаровался в политике, можно сказать, вот, но в то же время Вишера отдала ему необычайную, как он говорил, уверенность в своей жизненной силе, он же столько, так сказать, преодолел себя, испытав. Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни, я понимал хорошо, что жизнь, эта штука серьезная, но бояться ее не надо, я был готов жить. Было трудно и обидно, что и товарищам я нужен для какой-то их игры, что то, что мной было сделано, было лишь мелкой монетой в каких-то расчетах. Трудно было быть одному, месяцы и годы среди чужих людей, ненавидящих мои преступления, но с каждым днем я чувствовал себя крепче. Душевные силы нашлись, оказывается, у меня. То ли воздух уральский горный был слишком целебен, то ли я был молод тогда. Впоследствии я узнал, что товарищи не бросили меня, что они тщетно пытались со мной связаться, и думая, что лагерь каторга это нечто вроде ссылки, писали мне туда много и неосторожно. Об этом мне пришлось узнать в следственных органах, но все это было много позднее, а сейчас я был один, один среди тысяч. В один из первых в моей жизни разводов я увидел какие-то три ящика, поставленных около вахты. Я спросил у соседа, что это? Беглецы, трупы, вперед выходила какая-то фигура в шинели. Вот так будут поступать со всеми беглецами. Значит, отсюда бегут. Я работал на лесозаводе, таскал бревна, доски. Помню, той же весной в один из первых дней всю нашу партию отвели в глубокий снег, а под снегом вода и ноги промокли мгновенно, чтобы дать дорогу лошади с санями порожняком. Так я понял, что лошадь ценится больше человека. Помню еще первую лагерную баню, где раздевались прямо на улице, а была еще весна, продувала холодным ветром и давали ковш воды. Что было мыть, как мыться? Белье было мокрое, холодное. Я работал на лесоповале, таскал бревна, доски. Меня отыскал Матвеев, ротный нарядчик. Ты грамотный, кажется, хочешь идти ко мне табельщиком. Нарядчику помогал тогда и помощник. Это было еще до перековки. Весной 1929 года. Надо подумать. Отчего тут думать? Идем завтра же к Николаю Ивановичу. В лагере 1929 года было множество должностей, вовсе не нужных у хорошего хозяина. Но лагерь того времени не был хорошим хозяином. Работа вовсе не спрашивалась. Спрашивался только выход. И вот за этот выход заключенные получали свою пайку. Считалось, что большего спросить с арестанта нельзя. я решила со своими студентами с одной группой сделать такую большую работу по произведениям писателей, которые писали об этом периоде. О периоде большого террора от самого начала до уже после сталинских времен. И вдруг я поняла, причем я поняла это на этом визите, когда я определила то, что мне хочется услышать, даже не атмосферу, а интонацию, которая будет звучать. Я поняла, что это мое покаяние. Я приезжаю сюда, извините, каяться. Я ведь был из тех людей, которые выступали против Сталина. Никто никогда не считал, что Сталин и советская власть это одно и то же. Как же мне вести себя в лагере? Как поступать? Кого слушать? Кого любить, а кого ненавидеть? А любить и ненавидеть я готов был всей своей еще юношеской душой. Со школьной скамьи я мечтал о самопожертвовании. Верил, что душевных сил моих хватит на это. Конечно, я был еще слепым щенком тогда, но я не боялся жизни и вступил в борьбу с ней, в той форме, в которой вступали в борьбу за жизнь и с жизнью герои моих детских лет, все русские революционеры. Я считал себя причастным к их наследию, готов был доказать это, но в глубине души я тосковал по товарищу, по человеку, по единомышленнику, которого я обязательно встречу на своем жизненном пути, в самых глухих и отдаленных уголках жизни, примеру, которого я буду следовать, человек, которого я буду учиться жить. увы, все оказалось гораздо страшнее. Мой лагерный приговор был первый по тем временам, и мне предстояло сойти в ад, подобно Орфею с сомнительной надеждой на возвращение, с амальгамированным клеймом. Пришлось поступать по догадке, что мне можно и чего мне нельзя, что достойно и что не достойно этого я не знал, а жизнь продолжала ставить передо мной вопросы, требовавшие немедленного разрешения. За протест против избиений я простоял голым на снегу долгое время. Был ли этот протест нужным, полезным, необходимым? Для крепости моей души бесспорно, для опыта поведения бесспорно. не уважать такой поступок нельзя, наверное, но тогда я об этом не думал. Это было импровизацией. И в дальнейшем я решил для себя, что, поскольку я в лагере один из тогдашнего двухтысячного населения, я должен вести себя по правилам элементарным, не забираясь в тонкость политики и не выступая с анализами и декларациями. Я ввел для себя несколько обязательных правил. прежде всего, никогда и ничего не просить у начальства и работать на той работе, на которую меня поставят, если она достаточно чиста морально. Я не должен искать ничьей помощи, ни материальной, ни нравственной. Я не должен быть доносчиком, стукачом. я должен быть правдив в тех случаях, когда правда а не ложь идет на пользу другому человеку. Я должен быть одинаков со всеми, высшими и низшими. И личное знакомство с начальником не должно быть для меня важнее знакомства с последним доходягой. Я не должен никого и ничего бояться. Страх это позорное, растлевающее качество, унижающее человека. Я никого не прошу мне верить и сам не верю никому. В остальном полагаться на собственную интуицию, на свою совесть. Так я начал жить в лагере, все время думая о том, что я здесь от имени тех людей, которые сейчас посланы в лагеря, тюрьмы, ссылки. Но это я должен только думать про себя. Помнить, что каждый мой поступок и друзьями, и врагами будет оценен именно с этой политической стороны. Быть революционером это прежде всего быть честным человеком. Просто, но как трудно. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok